Этот АИМ реально работает! Я реально благодарен ТикТоку, что теперь я про это знаю. И что самое главное, что этот АИМ работает без СВ-читс, и то, что за него не дадут вахбан. Иииуу, друзья, всем привет, меня зовут Алекс, и это долгожданная девятая серия разоблачения лайфхаков из ТикТока. Я почитал ваши комментарии и понял, что вам надоели различные смоки, но и сегодня я выбрал именно лайфхаки, которые мы сегодня и проверим. И если окажется, что они все работают, то ваш скилл точно вырастет. Да и на самом деле я очень удивлен, что сегодня я смог найти такие классные лайфхаки для вас. Ну а вы не забывайте, так как это ваша любимая рубрика, следующее видео выйдет после 10 тысяч лайков. Однажды вы собрали их за 2 часа, и я выложил сразу же новое видео. Поэтому дерзайте, новый ролик уже готов. Ну и обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить 10 часть. Ну а если ты хочешь, чтобы твой комментарий попал в ролик, пиши как можно больше классных комментариев. Ну а я желаю тебе приятного просмотра. Ребят, тут недавно прошел турнир Кубка ВТБ по CS GO при участии стримеров и спортсменов Динамо. Я реально всем советую зайти к ним на канал, посмотреть моменты с турнира и интервью там всех ребят. И я думаю, вам уже стало интересно, кто же победил в борьбе за звание чемпиона Кубка ВТБ по CS GO. Популярные стримеры, либо же спортсмены. Поэтому ссылочку на их канал я, конечно же, оставлю в описании. Подписывайтесь. Итак, первый на сегодня лайфхак. Как всегда, начинаем с менее интересных и постепенно переходим к самым жестким. Будет скрытый плент бомбы на карте Демираж. Итак, начинаем с первого лайфхака. Мне кажется, что даже первый лайфхак уже даже очень полезный. Но мы все-таки будем постепенно переходить к самым жестким. И почему же я выбрал именно этот лайфхак? Да потому что он вам реально может помочь выиграть раунд. Допустим, ваш противник будет искать бомбу на одну секунду дольше. И блин, друзья, это вам реально может помочь. Поэтому давайте проверим. В принципе, я не знаю, зачем использовали ХЕшку. Возможно, можно это сделать пистолетом. Да, это можно сделать спокойно пистолетом без ХЕшки. Вот, все. Кидаем туда ее. Вот так, продвигайся, продвигайся. Все, кидаем сюда ведро. И я бы вам не советовал ставить сюда это ведро. Советовал бы лучше куда-то... Вот сюда было лучше всего, мне кажется. Ставим плент. Можно, конечно, еще немножко подправить. Ооо, все, наконец-то. Я подправил плент. И его вообще не видно, реально. Вот это будет идеальный плент. И ваш противник, я думаю, на одну секунду точно будет дольше его искать. Поэтому этот лайфхак 100% сработает. И вы успешно взорвете бомбу. И спокойно выиграете раунд. Поэтому я этому лайфхаку ставлю, наверное, 4 из 10. Потому что, да, многие это знают. Многие спалят этот прикол. Его нельзя использовать каждый раунд. Потому что, если вы будете перебарщивать, то, блин, вы спалитесь просто. И ваши противники уже будут знать про этот лайфхак. Да еще, тем более, нужно потратить реально очень много времени, чтобы поставить этот плент. Вот, допустим, надо это делать, когда у вас реально есть время. Это можно сделать и с этой фигней, на самом-то деле, тоже. То есть, можете не только это ведро, а этот, не знаю, цветок, кувшин этот сюда закинуть. И вот сюда поставить плент. Даже это будет, наверное, без паливней, этот кувшин, чем это ведро. Потому что на этом кувшине не отображаются ваши пули. А на ведре было очень много видно следов от ваших пуль. Поэтому вот так вот, друзья. Хороший лайфхак. Но мы переходим уже к более интересному лайфхаку, как мне кажется. Мне удалось в ТикТоке найти какое-то польское видео. Это реально классный лайфхак. Мне удалось его перевести. И сейчас я вам покажу, что это вообще такое. Этот лайфхак будет с ТЭК-9. И как правильно, грубо говоря, с ним стрелять намного быстрее. Это гениальный лайфхак, я считаю. Давайте его проверять. Итак, следующий лайфхак работает со всеми оружиями. Но автор этого лайфхака показал именно на ТЭК-9. И я подумал, почему именно ТЭК-9. А потом понял. Смотрите, нам нужно прописать эту команду. Вот. Бинт. Любая клавиша, на которую вы хотите сделать этот бинт. И дальше вот это вот. Я постараюсь все это оставить в комментариях. Ну, либо же в описании этого ролика, чтобы вы спокойно смогли использовать этот лайфхак. И что это все делает? То есть, вы нажимаете эту команду. И смотрите. У нас сделался бинт, что вы теперь будете стрелять. Ну и, понятное дело, на левую кнопку мыши. И на колесико. То есть, да, у многих на колесиках стоит прыжок, я знаю. Но тут стоит стрельба. Зачем это сделано? Потому что, смотрите. Кликать и стрелять очень сложно. Реально, вы задолбетесь зажимать. А теперь я попробую подстрелять с колесика. Это, во-первых, намного будет быстрее. Потому что колесико легче вращать. И теперь смотрите. Я вообще не напрягаюсь, а стреляю просто, как с какой-то винтовки. Смотрите, как это быстро происходит, друзья. Поэтому этот бинт тоже очень классный, мне кажется. Так стрелять реально намного проще. Но автор этого лайфхака показал этот лайфхак на ТЕК-9. Но, возможно, на ком-то оружии он тоже сработает очень классно. Потому что именно на пистолетах не нужно так сильно контролировать спрей, как на калашах там каких-то. И поэтому можно легко стрелять с колесико мыши. А вот с калаша вряд ли он уже сработает. Нет, очень плохо, друзья. Очень плохо. Это реально сработает только с пистолетов. И, скорее всего, только с ТЕК-9. Поэтому, друзья, используя этот лайфхак, он тоже безумно полезный. А мы переходим уже к следующему. Автор следующего лайфхака нам подробно рассказывает, как прыгать в CSGO без шума. То есть, да, это просто какой-то жесткий баг, который еще должен работать в CSGO. Но не факт. Возможно, его пофиксили. Сейчас мы это все проверим. И если он реально работает, то он вам 100% когда-нибудь поможет. Итак, блин, этот лайфхак тоже очень-очень полезен, я так считаю. Баг с прыжком, бесшумно. Это очень классно. Вы сможете, допустим, вот отсюда спокойно спрыгнуть. Бесшумно. И чел в сайте, допустим, вас не услышит. Это просто гениальный лайфхак. Но, блин, мне кажется, что такие баги, такие лайфхаки долго не работают в CSGO. И вот мне реально кажется, что его уже пофиксили. Потому что это видео старенькое из ТикТока. Оно снято вроде 2 месяца назад. Я думаю, что, блин, за 2 месяца компания Valve должна уже была бы пофиксить этот баг. Но ничего страшного. Для этого рубрика это и создано. Чтобы проверять эти лайфхаки из ТикТока. Работают они или нет. Вот прыжок, как и показывает автор этого видео. Зажимаем Ctrl. Ну, у меня Ctrl это просто присесть. Теперь мы должны прыгнуть. И в тот момент отпустить Ctrl. Ня, ничего не работает. Возможно, я что-то туплю и неправильно делаю. Но я делаю все, как показывает автор этого видео, на самом-то деле. Все по его инструкции. Давайте проверим отсюда. Что мы там? Мне кажется, он не работает. Это очень сложно. Если даже это работает, то у меня это вряд ли получится. Только что получилось. Вы видели? У меня только что получилось. Вот сейчас не получилось. А в прошлый раз получилось. О, только что, только что снова получилось. Только что снова получилось. Друзья, этот баг работает. Но его сделать просто безумно сложно. Я вам честно скажу. Его очень сложно сделать. Но этот баг работает. Этот лайфхак, баг. То есть, вы можете спрыгнуть бесшумно. Но нужно очень много тренироваться. Он получается не с каждым разом. Он получается очень редко. Но он реально работает. Но я думаю, это дело, на самом деле, даже во мне. Итак, следующий лайфхак является багом. Его реально очень многие знают. Но самое главное в этом видео то, что автор его дополнил. Он нашел то граффити, которое занимает реально половину стекла. И он нашел еще классное место, чтобы использовать именно этот баг. Поэтому давайте его проверять. Итак, друзья, для этого лайфхака мне пришлось купить граффити на торговой площадке. Потому что оно нереально большое. И оно закроет реально полстекла. Погнали проверять этот лайфхак. Как там? Он на нюке делается. Так, идем сюда. Становимся сюда. Давайте даже бота поставим. Друзья, вы сейчас будете просто в шоке. Этот баг спустя года четыре пофиксили. Мы теперь не можем на стекло нанести граффити. Вообще никак. То есть, смотрите, можем найти сюда его. Но на стекле его не будет. Офигеть. То есть, на стекло теперь нельзя в CSGO наносить граффити. Этот баг был в CSGO четыре года. И я думаю, что его недавно только пофиксили. Потому что я вот примерно месяц назад снимал ролик, в котором рассказывал, какие баги еще в CSGO не пофиксили. И после моего ролика пофиксили этот баг. Офигеть. Это, конечно, дикое совпадение, я считаю. Но это теперь не работает. И я зря потратил деньги на это граффити. Офигеть. Оно, кстати, не из самых дешевых еще. Итак, самый полезный лайфхак, который я нашел снова же в ТикТоке, для тех, кто хочет настроить свою CSGO. То есть, просто-напросто сделать ее полностью под себя. Именно эта карта из мастерской поможет вам полностью настроить CS. Давайте зайдем на эту карту и посмотрим, что там вообще есть. Я думаю, все видели у разных ютюберов красивые хады. То есть, эти полосочки, там где пишутся хп, они разных цветов. Они реально классно выглядят. И многие хотели тоже себе сделать очень красивый хад. Этот лайфхак поможет вам это все сделать. Скачем карту хад генерейтор. Я, кстати, про нее тоже не знал. Блин, эта карта сделана только, чтобы настраивать хад. Я первый раз в жизни вот про нее узнал. Вот хад генерейтор. Заходим на нее. Даже мне лайфхак из ТикТока помог. Итак, вот мы зашли на эту карту. Вот как она выглядит. Она очень простая. Тут всего лишь пару блоков. Давайте выберем цвет нашего хада. Давайте зеленый. Вот, видите, сразу поменялось. Так, что это такое? А, размер. Размер тоже классная фишка. Видите, бомба. Есть надпись, что бомба есть у вас. Либо же этой надписи просто у вас не будет. Тут, короче, очень много настроек. Show конфиг. А, то есть я могу посмотреть сразу свой конфиг. Окей. Так, это полностью снести ваш конфиг под ноль. То есть сделать до заводских настроек, как у вас было, когда вы скачали CSGO. Итак, что дальше? NetGraph. Ну, NetGraph фонт это понятно. Все, это ваш NetGraph. Вот, можно включить NetGraph. А, он просто маленький становится. Окей. Все. Ну, короче, тут полная настройка вашего хада. Можете выбрать любой цвет, хоть это будет красный. То есть, чтобы вы не парились, не искали эти команды, сделали прям такую отдельную карту. HatGenerator. Про которую лично я не знал. Я думаю, много из вас тоже про нее не знали. Это очень быстрый способ настройки вашей CSGO. Точнее, визуальной настройки вашей CSGO. Поэтому пользуйтесь. Это абсолютно бесплатная карта. Скачать ее можно в мастерской. А теперь самый интересный лайфхак на сегодня. Это реально легальный АИМ в CSGO. За который вам не дадут в Акбан. Вы можете спокойно играть с настоящим, блин, АИМом. Давайте его проверять. Итак, следующий лайфхак вам поможет троллить ваших друзей. И я считаю, что это просто гениальная фишка. Потому что оно работает и без SV Cheats. То есть, даже без читов на вашем сервере. И то, что автор этого видео рассказывал, что... Да, его можно активировать только с SV Cheats 1. Но продолжит оно работать даже с SV Cheats 0. Сейчас все расскажу, покажу более подробно. То есть, я думаю, все люди, которые меня сейчас смотрят, играли хоть один раз. Или там часто играют с вашими друзьями на каком-то сервере 1 на 1. Либо же просто там 3 на 3. Неважно. И вы спокойно сможете их затроллить. Используя эту команду. Ведь команду на VH, я думаю, уже просто все знают. Это AirDrawModelAthers1.2. Я думаю, все ее просто знают. Видели на YouTube много видео про троллинг. А вот с АИМом это очень-очень такая нераспространенная команда. Ее мало кто знает. Смотрите, как ее использовать. Подходим к нашему противнику. Наводимся на него. На сервере сначала должен быть включен SV Cheats 1. Прописываем эту команду. Вот что превращается с нашим противником. А теперь, допустим, ваш друг или там игрок против вас говорит. Блин, дружище, на сервере включен SV Cheats 1. Я боюсь, что ты будешь играть с VH. Отключай типа SV Cheats. Вы отключаете SV Cheats. Ему в чат это пишется. Что SV Cheats 0 теперь. Он думает, что все. Нет никаких читов на сервере. А вы спокойно сможете использовать этот АИМ. Смотрите, как это работает. То есть да, вы навелись. Прописали команду. Вашего противника стало плохо видно. Вы можете стрелять куда угодно. И просто будете напросто его убивать. Смотрите. Видели? То есть я стрелял вообще куда попало. А оно летит все в голову. Давайте еще раз. Просто. Только голова. Давайте по ногам постреляем, чтобы было более убедительно. Сразу голова, друзья. Тут никак не получится... Все. Сразу голова. Я не в голову стреляю. Можете зрить по моему прицелу. Все. Я ставлю этому лайфхаку 5 из 5. Он очень хорошо работает. Ну а я вам хочу напомнить. Обязательно подпишитесь на мой канал. Чтобы просто не пропустить 10 часть. Ну а у вас на экране появился очень интересный ролик с моего канала. Просто кликай и смотри. Ну а я желаю всем удачи. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok